здравствуйте мои дорогие друзья гости моего канала сегодня у нас уже 18 октября хотела вам сделать небольшой обзорчик но сначала хочу показать свою гортензию это черешковая кто-то спрашивал у меня не один человек спрашивал лена у вас есть черешковая гортензия да друзья у меня есть черешковая гортензия вот позади посадила я ее позапрошлом году по осени посадила ее сидела она у меня в другом месте вот где толком не росла то есть и в плане того что есть же надо чтобы была какая-то опора и безветренность вот я ее пересадила сюда весной вот так она уже наросла хочу сказать посмотрите все побежки уже даже с корешками вот она идет и цепляется вот так корешками за землю то есть ну и понятное дело потом будет здесь все объевать вот это что касается если кому-то надо да я конечно могу под заказ делать черешковую гортензию вот но вот именно черешковая идет под заказ друзья если кому-то надо я могу черенка ночь вот так же хочу сказать что еще есть растения на продажу то есть если кому надо то есть я оставлю закрепленном ссылку значит в конечных заставках то есть вставлю ролики на растения друзья если вдруг кому-то надо растения еще есть но не так много конечно это что касается многолетников ну а также гортензии вот гортензии еще много вот и хотела сделать простыла тут заболела друзья просто с температурой пролежала несколько дней и до сих пор еще горло болит першит то есть и нет нет до температуры поднимается еще вот делаю вечером обзор потому что хотела днем сделать обзор светило такое солнце яркое что краски конечно просто плохо было видно и решила все таки оставить на вечер и снять ролик посмотрите какой шар такой стоит красивые друзья я так влюбилась в этот шар это астра только вот не знаю какая астра то есть я несколько лет назад купила то есть мне еще говорили лена возьми не пожалеешь друзья честно хочу сказать я не пожалела не ни грамма не пожалела что приобрела этот цветок когда уже осенью практически ничего не цветет то вот этот шар он меня прям выручает вообще вот что-то до этого что-то до этого маленько наводила порядок тут рехлила повыдергивала обрезала что-то но в общем потихоньку конечно занималась и делами вот так что вот такие вот дела вот так вот конечно уже все выглядит не очень не очень не очень вот скоро буду обрезать гортензии метельчатые древовидные буду делать обрезку но пока любуюсь вот такими шапочками друзья вот уже буквально перед снегом я конечно обрежу цветоносы гортензии в таком виде тоже красивые согласитесь и посмотрите как сейчас смотрится лиственница на штамбе какая красота просто просто такой знаете золотистый цвет шикарно просто шикарно вот вот такие кустики самшита у меня есть вот и кстати если кому-то надо у меня парочку есть у кореняшках самшит вот пожалуйста сентябринки это или октябринки но они невысокие вот мне нравится вот такими шариками вот очень любят их пчелы я говорю уже повторюсь и до что когда уже ничего в саду нет да то вот эта красота нас просто радует продолжает радовать до осенние такие цветочки вот посмотреть и хризантемы хризантемы мы в этом году очень много выприла да я говорила какая нынче была весна и осень прошлое то есть и вообще очень много выприла хризантем и я досаживала там у меня в стаканчиках оставались на улице я до саживала и оказалось конечно очень много досадил красных то есть надписи были стерты вот и я досадила и вот смотрите за лето вот так вот нарастают кусты с одного маленького черенка до со стаканчика на 200 вот так вот нарастают огромные кусты хризантем друзьям вот кому отправляла до хризантема то есть они знают показывали мне даже ролики присылали как наросли у них хризантема конечно очень довольны вот я пометила конечно здесь палочками вот что здесь у меня одинаковые кусты и буду заменять их другими кустами вот этот вот куст это мультифлора вот еще до конца она конечно не распустилась а видите шарик какой а вот эти это уже корейский сорт хризантема вот эти вот высокие это корейские сорта а маленькие вот такие это мультифлора вот и там у меня красный еще какой-то сорт тоже корейский но не такой конечно махровый вот смотрите более мелкими цветочками вот их тут у меня тоже два куста кстати вот тоже два куста видите как красного очень много получилось а беленький один так что надо размножать вот у меня видите здесь вот вокруг елочки у меня тоже сидят хризантемы мультифлоры тоже разные сорта видите вокруг елочки красавицы так эту хризантему буду забирать домой тоже черенковать но я уже поставила конечно начали на черенкование призом тема вот я показывала этот ролик поставил но какие-то сорта я все равно заберу вот посмотрите какая тоже октябринка или сентябринка вот такая низенькая вот таким вот аккуратненьким шариком нынче я разделила друзья разделила этот куст и вот если кому-то надо я могу конечно отправить у меня есть это в продаже то есть вот такая вот красота согласитесь как красиво до осенью так василистники вот смотрите дерево какое стоит многие спрашивают лена обрезать конечно обрезать друзья естественно вот василистник это все уже он видите он уже практически погиб просто берете обрезаете его на сколько обрезаете на сантиметрах 7 8 оставляете и обрезаете то есть на будущий год у вас вырастут новые приросты у василистников новые дудки а это уже то есть все сухостой обрезайте и все ну и у кого молодые саженцы кто-то спрашивал там бояться что там кто у меня заказывал василистники бояться что там как перезимуют нормально друзья перезимуют я говорю всем рассказываю то есть если у меня даже остался посадочный материал василистников он остается у меня зимовать в горшочке вот и также прекрасно перезимовывает в горшках то есть я их никуда не прикапываю ничего поэтому кто сейчас получает можете еще смело высаживать вот еще время есть здесь у меня тоже смотрите вот такой вот ряд хризантем красавицы ну я говорю что я не только хризантемы содержу вот но в открытом грунте а точно также и в горшках смотрите как красиво смотрится хризантемы в горшках да захотел туда горшок поставил захотел сюда то есть как вам нравится друзья кто на что гораст сюда я высадила мордовник мордовник я высадила то есть это мои новиночки да и перовские я высадила кустарный мой кустарник многолетний тоже вот будем смотреть как и что тоже такую красоту я решила себе себе ставить ну не красота ли красота друзья кстати понравилась мне клубника это сейчас скажу как называется мурана мурана клубника друзья посадила просто на пробу и я хочу сказать что я довольна довольна ягода ягода до сих пор видите да то есть пеет краснеет и хочу сказать что сама структура ягоды она жесткая вот но она очень вкусная то есть я нисколько не пожалела что я посадила вот купила вот эту мурану на развод то есть конечно особо мне разводить негде но несколько кустов у меня под елочкой да будут сидеть вот я посадила мурану и еще брала сейчас скажу какой соль друзья клубника тоже выбора называется вот мне тоже кстати понравилась она по вкусовым качествам тоже понравилась называется выбора так еще не обрезала клематис и вот здесь я установила уже купила новую арку потому что эту арку у меня все сломала я говорила да у нас был такой шторм что мама дорогая все сносила на своем пути я арку у меня просто сломала и я конечно там изоленты подмотала но вот заказала я две арки одно я заказала большую арку вон она у меня вон там стоит на заднем плане то есть я купил ее специально для ежевики да то есть и вот еще одну арку потому что арка сломалась конечно сейчас буду обрезать скоро клематиса посмотрите ну и естественно уберу арку вот эту вытащу старую до сих пор цветет клематис до джекман гибридный да я вам говорила кто брал у меня заказывал этот клематис вот видите друзья уже все клематисы отцвели это все до сих пор цветет и хочу сказать что он один один из ранних клематисов и до сих пор цветет до поздней поздней осени друзья вот такой молодец так и хироги хирилов у меня еще много если кто хочет может заказать здесь у меня сидит гималайским акту знает да то есть у меня он в двух местах вот тоже вот посмотрите это сейчас скажу вельдолеон вельдолеон клематис думала вообще погиб но слава богу отрос я счастлива здесь у меня тоже гималайские маки это которые я выращивала тоже из семян это уже пойдут на вторую зиму зиму зимовки друзья ямалайские маки ну так вот выглядит сейчас видите гортензии полярный мишка идите тоже у меня здесь василесник надо будет обрезать здесь я тоже посадила новый клематис новинка очень много в этом году я посадила клематисов еще новинок дай бог живы будем не помрем зацветут на следующий год красота розы до сих пор еще продолжают цвести так хочу еще вам показать морозники посмотрите как цветут морозники вот я сколько уже в обзорах показываю да смотрите какая красота вот это вот вся красота пойдет под снег уйдет под снег друзья и выйдет из под снега именно вот с такими цветочками цветочки похожи прям знаете как будто они восковые очень красивые вот сейчас сортов очень много морозников поэтому я вам рекомендую просто сажайте морозники и вы нисколько не разочаруетесь посмотрите примолка девочка до сих пор цветет выдала второе цветение видите вот такая махрушечка хотя уже листьями все припорошила видите все по сбрасывали листочки здесь у меня брунерка сидит посмотрите еще какой морозник друзья вот такой вот красавец но он не махровый конечно но он тоже оригинально смотрится очень красиво и смотрите вот у него цветки я его полюбила вот из-за того что у него видите какой зеленый такой салатовый с белым как с прожилками очень оригинально смотрится вот еще морозник смотрите друзья посмотрите какая прелесть но не прелесть ли прелесть поэтому я вам просто рекомендую это вот смотрите причем у морозников цветение идет весна и осень друзья запомните это здесь у меня сидят прострелы несколько кустов лапочки и я что-то в этом году забыла с ней взять семена ну ладно тоже кстати два прострела у меня осталось в наличии если кому-то надо могу отправить остался фиолетовый и малиновый вот здесь у меня сидят также вот также весной я вам говорю да цветут прострелы морозники очень красиво и сад хочу сказать что меняется прямо на глазах вот одни краски меняют другие вот он свел видите весной это другой морозник уже видите надо будет обрезать вот эту веточку с цветоносами здесь у меня другой морозник вот такой вот вам небольшой ролик очень люблю брюнеры очень люблю брюнеры гейхеры и гейхерелы то есть прямо влюблена в них у меня очень много сортов тоже гейхерелы ну вот так вот конечно еще порядок надо наводить еще не все убрано вот но все равно основную уже часть конечно своего сада я уже порядок навела еще много конечно дел но уже все-таки что-то уже сделано ну и все друзья пойдемте вам покажу еще этот шарик вот такая вот красота овсяница посмотрите как смотрится овсяница да ну красота просто вот такая вот лепота на самом деле он фиолетовый друзья почему-то он сразу отдает такой камера сразу а на самом деле он такой прям сиреневый 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 и вот у нас были дожди тут буквально два дня и вот смотрите он выстоял красавец такой просто красавец не красавец красавец здесь у меня пересклеты то есть я нынче купила два пересклета которые вверх растут кустовые друзья начеренковала их вот но я вроде подходила трогала смотрю вроде бы крепенько сидят я думаю что укоренила но вот как перезимует посмотрите какая красота вот я в восторге от пересклетов да я думаю не только я многие из вас очень любят пересклеты вот такая вот полынька нынче косила траву и срезала срезала случайно такая полынь декоративная тоже у меня есть несколько штучек здесь я посадила тамарикс тамарикс на заднем плане альпийской горки очень шикарный кустарник вот кто у меня заказывал знает да такая вот лепота облетел уже лимонник китайский сбросил свои листочки я уже тут маленько листики прибрала обобрала все ну и все на этом я буду заканчивать свой видеоролик друзья кому понравился мой ролик ставьте лайки нажимайте на колокольчик и всем вам хорошего настроения тепла и добра и хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям в вашем саду и до новых встреч пока 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 пока